Строительство школы в Новой Самаре вышло на финишную прямую. Начались фасадные работы, прокладка, коммуникации, заливка пола. На прилегающей территории проводится благоустройство. С декабря этого года школа должна быть введена в эксплуатацию. Новая школа строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У нас зашел новый подрядчик. Он кроме благоустройства и внутренней отделочной работы. Для них эта работа понятная? Конечно. Само благоустройство разбито на четыре этапа на этой школе. Первый этап у нас начинаем с 1 июня. Это с части, на которой расположено спорт ядро. То есть с 1 июня начнется уже обустройство и размещение спортивного ядра этой школы. Благоустройство планируем закончить до 1 октября 2020 года на этом объекте. Хорошо, давайте тоже на эту неделю запланируем, доедем до Новой Самары, посмотрим, как работает новый подрядчик. Так точно сделаем. Национальный проект открыли большие возможности для строительства детских учебных и дошкольных заведений. Уже в июне завершится госэкспертиза проектов двух детских садов. На улице Шверника на 135 мест и на улице Подшипниковой на 112 мест. В сентябре начнется строительство. В промышленном районе в этом году стартует возведение пристроек детскому саду номер 407, ясельного помещения на 50 мест. Все это нацпроект «Демография». По нацпроекту образования начались подготовительные работы к строительству новой школы на 600 учеников на пятой просеке. Это первый этап. Второй включит в себя еще один блок на 850 учебных мест со встроенным детским садом на 50 дошкольников. Продолжается реализация программы расселения аварийного жилого фонда. Первый этап финансирования – 348 ветхих жилых помещений. Это почти 12 тысяч квадратных метров. Более 50 семей уже расселено. Остальные готовятся к новоселью. Сейчас уже есть планы на участие во втором этапе программы. В этой площади у нас проживают наниматели. Это 55 семей. Общая площадь – 2408 метров. И собственники – 405 семей. По всем планам прожена предварительная работа, пройденных опросов о их пожеланиях. У нас имеется возможность представления как жилых помещений, закупленных, так и выплаты согласно 348 жилищного кодекса. Самый горячий вопрос на сегодня – подготовка к холодному времени года. Город вступает в период большого ремонта тепловых сетей. Сейчас в разных районах Самары начались гидравлические испытания водопроводов. На некоторое время жители этих кварталов ждут плановое отключение холодной и горячей воды. Но это необходимо для того, чтобы выявить возникающие дефекты, чтобы потом перезимовать без чрезвычайных происшествий. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин, Леонид Блинов. События.